значит очень большой такой смысл по работе вот с этими жидкими средами и все бросились вот как все получается классно жидкие среды все флакончика себе заливаешь выливаешь и больше ничего не надо делать все очень просто и феерично а на самом же деле здесь есть другая сторона медали что всегда палка в двух концах насколько это проще все усложняет в то же время насколько это упрощает вот настолько же это и усложняет саму тему потому что вот для работы соответственно уже с жидкими средами нужно соответственно немного другие условия лаборатории это я говорю о тех жидких средах которые находятся во флаконе то их технически их разливать например уже там при засеве мицелия немножко получается не так то просто и в результате казалось бы этой простоты мы получим вместо упрощения мы получим много брака и всего остального потому что для этого нужно иметь хорошую технику работы для это нужно иметь чистое помещение и и опыт уже работы непосредственно такой лабораторный с этими средами это я вам реально скажу что я общаюсь вот с разными пользователями то что я слышу от них вот и у меня сложилось такое впечатление что скажем жидкие среды это не является панацеей вообще вот такой что все переходим на жидкие среды больше нам ничего не нужно для всего для каждой каждого мицели имеет свое место то есть жидкая среда это для одних целей мицели там шприц это другие цели скажем так даже чашка п3 и пробирка нужно и одно и другое потому что тоже иногда спрашивают а зачем тогда брак чашки если они часто инфицируются можно только в пробирках делать есть вещи которые невозможно только в пробирке сделать нужно чашка вот скажем вот так вот я отвечу на вас вопрос поэтому за жидкие среды ну такой вопрос сложный не все там так все просто как кажется на первый взгляд так что не особо нужно за этим бежать главное научиться вообще работать с любыми средами это другой вопрос тогда уже под каждую ситуацию у вас будет возможность технически ее решить тем или иным способом это другой вопрос сама жидкая среда не не может все всего решить скажем забор этой же среды чреват величайший риск его инфицирования для этого нужна стерильная пробирка вот пробирка это нужно отбирать она очень много контактирует с внешней средой опять же такие открытая вот эта емкость самой средой и потом неизвестно что происходит уже в этой среде если на чашке мы например четко видим рост скажем даже сама проблема от работы жидкими средами на чашке пробирки мы четко видим это мицели растет это не мицели растет это чистая пробирка это инфицировано это выбросили это оставили откуда мы знаем что растет в жидкой среде если у нас там наши условия такие довольно такие условные скажем лаборатория не где-то там массачусетском институте а при при в комнате где-то при выращивании грибов скажем так прикладная вот то откуда мы можем знать что растет в этом флаконе вот во флаконе она все выглядит одинаково как что-то мутное там есть а что это мицели или не это мы увидим через там две-три недели посева уже на чашки вот и ответ к чему чашки никуда от них не отпишешься и чашки пробирки они нужны для визуализации вот этого материала и честно я вам скажу по жидким средам в свое время я вот загорелся экспериментально я их сделал но они у меня что-то там пошли в холодильник длинный ящик потому что вот лично для себя для производства мицелия там выращивание всего остального скажем я их на данный момент не использую не то что перешел я перешел вот на то что я делаю я просто храню жидкие среды и у меня значит процесс изготовления мицелия выглядит следующим образом то есть из проверенного флакона я отбираю клетки клетки выращиваю на агаре агар перемещается в банку из банки выращивается культура баночная то есть пол литровая скажем так из пол литровой банки она переезжает в мешок это получается нулевая генерация этот мешок дальше если там время позволило могу делать еще один пересев это получается первая генерация если не позволила то получается нулевая генерация он же и посевной и дальше больше генерации никакие не делаются потому что чем дальше эти пересевы тем больше будет теряться уже прорастаемость мицелия и всего остального так что вот приблизительно так я вам отвечу на этот вопрос поэтому вот все эти работы жидкими средами их нужно проводить для общего развития и потом когда научитесь с ними работать вот тогда делать вывод куда и как вы будете их применять а самой методики работы с твердыми агаровыми средами более чем достаточно для того чтобы обеспечить можно сказать даже огромное предприятие мицелиям да и все так споровый отпечаток споровый отпечаток он и есть споровый отпечаток отпечатали его на бумаге потом или там на фольге лучше всего сделать получается получается из внешней среды и заражение там скорее всего фактор очень высокий да конечно это однозначно потому что ну как отпечаток мы делаем это же гриб он же сам не стерильный мы же не можем его там стерилизовать положили его на на бумагу что там на фольгу что упало то то и упало то есть гребли там чашку вот в дальнейшем что она повезет если там инфекция не попала если попала инфекция нужно несколько пассажей делать пока его очистить насколько это получится насколько уже это позволяет техника у лаборанта скажем того человека который работает это уже другой вопрос насколько он сможет это очистить значит проще всего споровый отпечаток честно говоря так объективно понимая все сложности работы в этом направлении я честно говоря никогда и не приступил к выведению мицели из спорового именно отпечатка другой способ если получить эту культуру из ну не такого просто спорового отпечатка у меня есть хорошее видео забор спор когда спороносит просто сам гриб для этого нужно взять стерильную среду небольшая ну скажем или минимальная экспозиция под шапочкой когда видно что ну грибы так стреляет дымом вы видели как гриб стреляет вот этими спорами или не пока не видели ну вот когда растет вешенка вот вы смотрите она начинает вот вот она как дым так вот выпускает вот эти споры их реально визуально видно и вот можно такую сделать этот отпечаток немножко по-другому когда чашка то время когда пошла вот этот дымок захватывается на чашку вот эти споры закрывается и ставится и вот таким вот образом я отлавливал просто абсолютно там получается из 3-4 чашек 1 получается абсолютно чистая и вот таким образом